На канале репортер, колонка редактора, я по-прежнему Виталий Хемий. Давайте свои взоры снова обратим на украинский парламент. Главный вопрос, тем ли занимаются народные избранники? Их 450 по-прежнему не меньше. До конца ли они выполняют свою функцию законодателей, трибунов? Опять-таки слуг народа, я не говорю сейчас о политическом объединении, в принципе они все избранные людьми, все должны быть так или иначе слугами народа. Но обо всем по порядку. Как вы знаете, на этой неделе снова скопом увольняли и назначали министров. Мы где-то полгода назад, кажется, говорили на эту тему, почему уходят именно эти министры, а не другие, почему не уходят те, кто мог бы уйти. В принципе, те же вопросы остались у нас, у меня, как у главного редактора после нынешнего такого повального увольнения, смены состава в кабинете министров. Главный вопрос, почему, допустим, свой пост сохранил министр здравоохранения Виктор Лешко. Мы знаем, что Виктор Лешко проваливал, откровенно говоря, свою работу, будучи замом того же Максима Степанова. Это не секрет. Но тем не менее, когда Максима Степанова по совокупности причин уволили, Виктора Лешко не просто оставили, его повысили. На прошлой неделе в Одессе состоялся конгресс местных властей, и на протяжении нескольких минут мэр Одессы Геннадий Труханов в присутствии президента Украины Владимира Зеленского практически отчитывал Виктора Лешко как человека, который не справляется со своими обязанностями. Оказывается, в Одессе есть проблемы с дефицитом. Не, нехватка. Дефицитом все-таки немножко разные вещи. Вроде бы кислорода хватает, но вот впритык. Так вот, мэр Одессы рассказывал президенту, в том числе и министру, о том, что не все так хорошо в регионе и с кислородом, не все так хорошо и с выплатами. Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья, в общем-то, неудовлетворительно срабатывают в этом вопросе. Не все так позитивно. Врачи, которые на передовой уже несколько недель, месяцев, мы тоже, кстати, об этом говорили, недополучают средства. И местные бюджеты, областные, городские, вынуждены, по сути, выполнять работу государства. Это государство брало на себя обязательства. В принципе, президент Еленский с удивлением слушал мэра миллионного города, поскольку, видимо, не знал о той ситуации, которая сложилась и с врачами, и с обеспечением материальным, кислородным одесских больниц. И вот после всего этого министр Лешко в неделю, когда его коллег не то, чтобы выгоняли, а писали им неудовлетворительную оценку в дневник посещения заседаний Кабмина, он свой пост почему-то сохранил. Не единственный, конечно же, вопрос. Второй вопрос. Почему господа, которых отправили с насиженных мест, не отчитались перед депутатами о своей работе? Понятно, что были случаи, когда кто-то просто пошел на повышение, как, допустим, господин Презников, по совместительству капитан команды знатоков в украинском клубе «Что, где, когда». Но были и такие, которые вообще прощались со своими постами. Это министр экономики Любченко, вице-премьер-министр Русский. Почему бы не рассказать о том, что удалось делать, чего не удалось сделать? И тут же вопрос не сколько к отставленным министрам, сколько к депутатам. Итак, уважаемые парламентарии, неужели ни у кого не возникло желание дать высказаться уходящим в историю, может быть, в политическое небытие экс-чиновникам? Не дорабатывайте, не дорабатывайте, коллеги. Вот что хочется сказать в ответ на такое вот бездействие. Кстати, вспоминается, как уходил министр внутренних дел Аваков, который тоже недавно о себе напомнил. Точно так же, никакого отчета перед депутатами, были выступления на парламентском комитете, кому-то показалось этого достаточно, кто-то считал, что министр Аваков нормально коммуницирует с обществом. Но вопрос-то были, и почему-то 450 депутатов, а это представители всего народа, оказались в качестве тех, кто не услышал итогового доклада министра. Можно было послушать хотя бы этих. Ну, видите, никто не предложил, может быть, и предложили, но никто не поддержал этой идеи, что отставленные министры должны тоже отчитываться о своей работе. Вообще, что происходит у нас в парламенте? Да, кто-то крестится при упоминании, молится при упоминании партии оппонентов, кто-то приходит и показывает президенту средний палец. Кем ли должны заниматься в стенах парламента? Да, за годы, может быть, даже десятилетия мы привыкли, что иногда парламент, это вот такой театр, да, где каждый должен себя проявить, какие-то вот принести там воздушные шары, да, дымовые шашки. Ну, посмотрите, как работают законодательные органы других стран. Много ли по всему миру парламентов, вот подобных таким вот театром, да, не говорю театром абсурда, а таким вот увеселительным заведением, где в первую очередь не законы принимают, а занимаются самовыражением? Я думаю, что не так много. Ну, и подумайте об этом тоже на досуге. Это была колонка редактора. Я по-прежнему Виталий Хемий. Оставайтесь на репортере.